История гимна. Что за друга мы имеем? Джозеф Скривен в шоке смотрел на тело своей невесты, которую вытаскивали из воды. Их свадьба планировалась на следующий день. Под ударом случившейся трагедии у него появилась мысль эмигрировать в Америку. Через несколько месяцев молодой человек упаковал свои вещи в Дублине, Ирландия, и отправился на корабле в Канаду, оставив мать одну. Ему было всего 25 лет. Десять лет спустя, в 1855 году, Джозеф получил письмо от матери, в котором говорилось, что у нее большие трудности. Под его впечатлением он взял лист бумаги, сел за стол, и написал стихи, которые начинались со слов «Что за друга мы имеем?». Получив стихи, миссис Скривен отдала их копию подруге, которая анонимно опубликовала их. Вскоре к словам добавили музыку, и родился новый гимн, который быстро распространился и стал популярен. Но никто не знал, кто его написал. В это время Джозеф влюбился. Но беда нагрянула снова. Элиза Кэтрин Роше, его невеста, заразилась туберкулезом и умерла в 1860 году, незадолго до свадьбы. Чтобы не захлебнуться в собственном горе, Джозеф полностью отдает себя служению, творя дела милосердия и проповедуя в баптистской церкви Плимута. Он жил просто и малопонятно для окружающих в Порт-Хоуп, Канада, мастеря оконные рамы и раздавая милости ненуждающимся. Его описывали как мужчину небольшого роста, с седыми волосами и ярко-голубыми глазами, которые при разговоре сверкали. Ира Сенский позже написала о нем. Почти до самой его смерти никто не подозревал, что Джозеф имел дар поэта. Как-то сосед, находясь у него дома, когда Скривен был болен, увидел написанную копию, что за друга мы имеем. Прочитав стихи, он в восторге спросил о них Джозефа. Тот ответил только, что вместе с Господом написал их для матери, когда она была в кризисном состоянии. Скривен тогда и не подозревал, что этот гимн уже стал широко известен в Европе. 10 октября 1896 года Джозеф тяжело заболел. В последний день своей жизни, в бреду, он поднялся со своей кровати и вышел за дверь. Идя неровной походкой, он споткнувшись, упал у ручья. На этом закончилась земная жизнь этого необычного человека со сложной судьбой. Его простая песня стала близкой и понятной миллионам христиан на земле. Бог действует через нее и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок